Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Если мы еще не надоели с гуцульской кухней, то хотим вам предложить еще один изумительный, замечательный рецепт гуцульского блюда. Блюда, на самом деле изначально считается венгерским, но так пишут, по крайней мере, не знаю откуда оно родом, но мы его пробовали на гуцульщине, на западной Украине, в горных регионах, с замечательными, добрыми людьми и прекрасными горами. Так вот, друзья, хотим поделиться с вами рецептом. Немножко его адаптировали для домашней кухни, потому что вообще, в первую очередь, для того, чтобы сварить классный богрыщ, нам понадобится казан. Но если, вообще гуцулы говорят, что в кастрюле богрыщ не варится. Если нету казана, подойдет хотя бы кастрюля с толстыми стенками, но лучше, конечно, казан. То есть это блюдо готовится вот как шурпа, как плов, и его лучше в казане готовить. Давайте немножко расскажу вам о ингредиентах. Богрыщ представляет из себя густой суп, такой очень наваристый, очень сытный. Ну и, на мой взгляд, это праздничное блюдо. Вот я же говорю, я аналогию провожу с шурпой. Очень классная на вкус, реально невероятно классная. Готовится он достаточно долго, и, как видите, у меня здесь много ингредиентов. Все ингредиенты, исходя из расчета на порцию, вы найдете в описании этого видео. Но вкратце я сейчас расскажу. Два вида мяса, нежирная сленина и нежирная говядина. Три вида копченостей. Копченая колбаска, копченые ребрышки и копченый бекончик. Луковица, морковки, картошки. Обязательно зелень. Болгарский перец, два помидора, по желанию острый перец. Зира в зернах, паприка. Мы используем не копченую паприку, обычную, да? Обычно паприка, это не зира, а тмин. А, тмин. Извините, пожалуйста, тмин. Полстакана вина и вот много-много чеснока. Но все количество, как я говорил, уже вы найдете в описании видео. Также в богрыш добавляются своеобразные клетки, которые называются по-гуцульски, как, Лариса, чепетки? Чепетки. Чепетки. Для того, чтобы приготовить чепетки, нам понадобится мука и яйцо куриное. Вот такой вот набор продуктов, друзья. Давайте приступим к приготовлению. Приготовление начнем с нарезки всех ингредиентов. Бекон нарежем мелкими квадратиками, вот так, как мы обычно режем его для шкварок. Ну, собственно говоря, из него и будут приготовлены своего рода шкварки. И тут все зависит от того, какого размера любите вы шкварки. Вот Лариса режет размером где-то сантиметр на сантиметр. Залюбикончик. Отправляем его в тарелочку. Следующим этапом нарежем копченую колбаску. Колбаску режем вот такими вот тоненькими колечками. Какой фракции вы хотите. Каких-то определенных правил нет. Лариса режет колбаску колечками толщиной где-то 5 миллиметров. Колбаска нарезана. Опять-таки отправляем ее на тарелочку. Теперь, друзья, копченые ребрышки нам надо разделить на отдельные ребрышки. Сейчас Лариса попробует их разрезать. Если не получится, то я их попробую порубить. Получается. Вот так вот. Разделяем их, каждая ребрышка, чтобы у нас было отдельно. Следующим этапом порежем мясо. И свинину, и говядину порежем кусочками ориентировочно 2-3 сантиметра. Вот примерно вот так вот. Мясо не обязательно брать постное. Можно и жирное мясо использовать. Это будет даже лучше. Просто я в супе именно люблю постное мясо. Поэтому Лариса купила специально постное. Можно еще ребрышки свиные или говяжьи тоже, если кто-то любит такое. Точно так же нарезаем оставшуюся свинину и говядину одинаковыми примерно кусочками. Далее режем лучок. Режем его мелкими кубиками. Нарезка это не моя сильная сторона, поэтому прошу все сделать Ларису. Она это делает красиво, я бы даже сказал фотогенично. А когда я начинаю елозить ножом по досточке, Лариса плачет. Вне зависимости от того, есть рядом лук или нет. Вот так вот на мелкие кубики нарежем весь лучок. Лучок порезан. Отправляем его на тарелочку. Теперь точно так же кубиками надо порезать морковку. То есть ты ее на четыре части режешь, да? Да, сейчас разрежу на четыре части, а потом просто... Это если у вас морковка вот такая, как у нас, тонкая и длинная. Убежала морковка, сейчас я помою ее. Про тонкую и длинную морковку мне помнится анекдот со времен Советского Союза. Стоят в овощном девушки в очереди. Ну и первая подходит к прилавку. Там стоит такая продавщица 6 на 8, как положено, как раньше было в овощных. Девушка говорит, извести мне, пожалуйста, один огурчик потолще и покороче. Да, и взвесила. Вторая подходит. Будьте добры, а мне огурчик потоньше и подлиннее тоже взвесьте. Да, и взвесила. Девушка рассчиталась, ушла. Третья подходит. А мне полкило на салат, пожалуйста. Ну, такой был анекдот в советские времена в овощные магазины. Друзья, порежем всю морковочку. Морковка сегодня разбегается. Не хочет она в бог рач угодить, как живая. Следующим этапом, друзья, почистим болгарский перец. Вырежем плодоножку с семками. Семки. Видите, Лариса и вытрушивает оттуда семки. И нарежем вот таким вот образом. Точно так же порежем весь перчик. Резанный перчик отправляем в тарелочку. Следим, чтобы он не разбегался, потому что такие желания у него тоже возникают. Мелко порежем чеснок. Чеснок лучше именно порезать меленько-меленько. Давить мне его не нравится. А уж тем более через чеснокодавку пропускать. Так это вообще как-то нехорошо. Вот так вот его разрезали там на 4-6 частей и покрошим. Накрошила Лариса чеснок, как гуцул врагов. Теперь гуцул с шашкой такой. Гуцул, не знаю, воевали с кем-то, не воевали. Я не буду ничего придумывать на этот счет. Ладно, как казак врагов. Нарежем картофанчик, дорогие друзья. Такими достаточно крупными кубиками. Сантиметра по 2 тоже. И картофанчик мы его будем попозже добавлять. Вообще, лучше почищенная картошка, чтобы целая лежала в воде. И порезать ее непосредственно уже перед тем, как отправлять в суп. По той причине, что мы ее сейчас нарежем. Просто для того, чтобы снять видео, режем все сразу. Она будет лежать в воде и будет отдавать крахмал. А готовится бограчу до того, как в него надо будет вводить картошку, где-то час. Поэтому мы показываем сейчас, как ее порезать. А на самом деле, лучше в рецепте, который составила Лариса, написан весь хронометраж приготовления. И лучше картошку непосредственно перед тем, как ее забрасывать в бограч, порезать. Для того, чтобы помидоры у нас, ну как бы шкурка от помидоров в борще не плавала, вернее в бограче, их надо почистить. Для того, чтобы помидоры хорошенько чистили, вот таким вот образом делаем крестообразный надрез и ошпариваем кипяточком. Даем им полежать в кипятке где-то около минуты. Минуту в кипятке, кожура отслоилась и помидоры хорошо чистятся. Аккуратненько, чтобы не разрезать сам помидор, снимаем с обоих помидоров кожуру. Очищенные от кожуры помидоры нарежем кубиками, где-то размером 1-1,5 сантиметра. Нарезанные помидоры перемещаем тоже в «мысочку». Люблю это слово «мысочка». Завершающий этап подготовительных работ – мелко покрошить зелень. Отрезаем жесткие плодоножки. Остальную зелень собираем пучком и мелко крошим. Я уже в предвкушении богрыща. Завтра к нам приезжают Ларисыны родственники, брат и сестра. И мы их будем пучивать. Конечно, не только богрыщем, но все-таки богрыщ у нас будет таким коронным главой стола, скажем так. Ну вот богрыщ, я считаю, это праздничное блюдо все-таки. Оно такое немножко первое, немножко второе. Все зависит от того, то есть на самом деле богрыщ можно приготовить как первое, именно как шурпу, как суп, так и как второе, как гуляш, более его выварив. Но вот мне он больше нравится как первое блюдо. Так мы его и готовим, и также мы делимся этим рецептом с вами. На этом, друзья, подготовительные работы по нарезке всех ингредиентов закончены. Перейдем к казану. На дно сухого разогретого казана отправляем шкварки, выжариваем их, чтобы они стали такие достаточно сухие, ну, до золотистого цвета моего любимого. И в то же время они выпустят сок, дадут нам, выпустят жир, вернее, и дадут нам жир, в котором мы далее будем обжаривать лук. Примерно через 4 минуты, шкварочки выжарились, добавим лук. Лук сильно обжаривать не надо, надо, чтобы, то есть, не до золотистого цвета обжариваем его, а так, чтобы он стал прозрачный и такой мягенький. Ну, давайте засечем время, чтобы предмет наговорить. Я включил секундомер. 3,5 минутки, видите, лук стал прозрачный, но при этом не обжарился. Добавляем мясо. И обжариваем его в казанке. Я опять же таки включил секундомер. Обжариваем немножко до такой легкой-легкой золотистой корочки. Я засек сейчас время, жарим мы на среднем огне, не на очень сильном. И примерно скажу, сколько времени оно будет жариться, но также вы увидите, до какого состояния оно прожарилось. Без 18 минут мяско обжарилось. Добавим паприку. Хорошенько перемешаем, чтобы паприка равномерно распределилась и укрыла наши кусочки мяса. Добавим половину водички. Туда же отправляем копченые ребрышки. Надо водички еще добавить, чтобы покрыло, да? Добавим сейчас водички еще где-то пол-литра. И оставляем вариться на медленном огне на час. То есть у нас бульон будет вариться, он не должен сильно кипеть. Он должен чуть-чуть кипеть, постепенно выкипать. А через час вернемся, друзья. Пока бограч варится, приготовим чепетки. Так их смешно называет Лариса. На самом деле это клетки. Это не я так называю. Это гуцулы называют, да? Это сыраются, да. Но в Карпатии их так называют. Забьем яичко. Посолим его. Солим, как всегда, по вкусу. У каждого вкус свой. Поэтому пропорции соли мы нигде не указываем. Теперь добавляем муку. И замешиваем такое очень-очень крутое тесто нам нужно. Тесто вымешиваем таким образом. До того момента, пока оно перестанет в него добавляться мука. То есть оно должно получиться реально крутое. Как видите на видео. У нас крутое тесто будет. Надо ему такие чочи-черные, пистолет. Вымесили тесто. Тили-тили тесто, женихи невеста. Теперь вот так вот его разминаем. И начинаем отщипывать от него вот такие вот клёсочки. Размером с ноготь большого пальца может быть чуть больше. Особо заморачиваться с их формой смысла никакого нет. Можно, конечно, какие-нибудь ушки повылепливать, еще чего-то. Ну, покреативничать. Но смысла в этом не вижу. Точно так же нарвем клёцок из всего теста, скажем так. Пересыпаем наши щепетки, ну, клёцки попросту, мукой. И вот так вот, чтобы они не слиплись. И оставляем их подсыхать, пока у нас варится наш бограч. Сейчас, друзья, добавим в бан аж морковочку. Вот видите, какой бульончик он уже выварился. Стал прозрачный, наваристый. Запах просто невероятный он источает. Добавляем туда же перчик. Тмин, который мы заранее приготовили. Чуть-чуть его в ступке, но не перетолкли, а чуть-чуть измельчили, чуть-чуть подмяли. Добавляем тмин. И чесночок. И оставляем всю эту... Ух, какой запах! И оставляем всю эту красоту вариться еще 10 минут. А через 10 минут вернемся к вам. Бограч потихонечку кипит. Бульон стал совершенно прозрачный и такой очень-очень красивый. Прошло 10 минут. Добавим картошку. Перемешаем всю эту красоту. И оставляем еще на 15 минут. Под крышечкой он варится на медленном огне. То есть, видите, он не бурлит, а именно медленно-медленно кипит у нас. Через 15 минут, друзья, добавим колбаску. Болгарский перчик. Зелень у нас в последнюю очередь пойдет. Немножко пошло и не в последнюю, но это не страшно. И помидорчики. На этом же этапе надо посолить бограч. Солим по вкусу. Кто-то любит вообще не соленый, кто-то любит хорошо соленый. И сам бограч уже готовый. Можно совершенно спокойно пробовать. Поэтому спокойно солите. Я думаю, что столовой ложки не пересолите. Это 100%. После этого размешивайте и пробуйте на вкус. На этом же этапе добавим кипятка до нужной консистенции. Мы вскипятили водичку. То есть, насколько мы хотим, чтобы он был густой, настолько его и разбавляем кипятком. Если хотим, чтобы он был как гуляш, то кипятка вовсе не добавляем. Если хотим, чтобы он был как суп, а именно суп мы и варим сейчас, то добавляем где-то 1,5 литра кипяточка. Теперь можно попробовать на вкус. Бульон уже не сильно уварится. Я имею в виду на вкус, на соль. Если надо досолить, то досаливаем. Если не надо, то так и оставляем. Еще на медленном огне продолжаем варить в течение 10 минут. Через 10 минут добавляем чипетки. Или по-простому клетки. Ой, вкуснота будет. Друзья, он так пахнет. Это просто бомба. Немножко перемешаем. Ждем, пока закипит. И еще где-то минутку-две. И последний штрих в нашем бограще. Добавим красное сухое вино. Перемешаем все. Нам сейчас надо опять, чтобы закипело. Буквально минутка. Добавляем зелень. И теперь, друзья, правила вчерашнего борща. Вы любите вчерашний борщ? Да, люблю. Тогда приходите завтра. На самом деле, бограще лучше настояться. Хотя бы часок-другой. Но в то же время не хочется его потом разогревать. Ну, по крайней мере, сегодня. Поэтому выберем золотую середину. Дадим ему настояться. Он у нас закипел уже. Выключаем, накрываем крышкой. И дадим ему настояться где-то полчаса. А через полчаса будем дегустировать. Бограще немножко настоялся. И в то же время не успел остыть. Ну что, друзья, попробуем. Это просто волшебное блюдо. Очень вкусные эти... Как они называются? Чепетки. Чепетки, кацапетки, чепетки, клетки. Хочу попробовать как колбаска. Бограще. Вообще волшебно. Картофанчик. Тает во рту. Полностью приготовился. Мясо. Мясо просто... Вот оно реально... Не разваливается, но оно идеально. Очень вкусно. Наверное, одно, дорогие друзья, из лучших гуцульских блюд. Но не только гуцульских. Как мы уже говорили, богрыщ готовят и в Венгрии. Наверняка готовят еще в очень многих странах карпатского региона. Но мы вам предлагаем такой рецепт. Мы его немножко адаптировали для приготовления на кухне. То есть не в ресторане, не на костре, а именно на кухне. Результат получился просто потрясающий. Сейчас мы с Ларисой возьмем хорошие колгановки. В Карпатах растет такое растение колган. И вот на корне колгана я настаиваю хороший домашний самогон. Получается невероятно вкусно. Кстати, если хотите, пишите в комментариях. Я сделаю об колгановке отдельное видео. На самом деле, просто покажу, какой корень. Расскажу, где его можно купить. По крайней мере, в Украине я знаю, где его можно купить. И как правильно сделать самогонку. Ну, это такое. С удовольствием вам представляем отличный, вкуснейший рецепт гуцульского богрыща. Отличное праздничное блюдо. Украсить любой праздничный стол. Поверьте, друзья, невероятно вкусно. Просто потрясающе. Если у вас будут гости, они оценят это по достоинству. Если вы приготовите для своей семьи на какой-нибудь воскресный обед, ваша семья тоже оценит, поверьте, по достоинству. Поэтому готовьте. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем, естественно. И вообще, рады общению с вами, дорогие друзья, дорогие подписчики. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх, если видео было для вас полезно. А мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока.